Итак, ФБВТ, 2023 год, осень, первый семестр, предмет информатика, лекция номер 3. Мы с вами сегодня будем разговаривать про разные алгоритмы работы с последовательностями. Мне нравится такая картинка, в которой алгоритм мы рисуем как черный ящик, в который мы заправляем какие-то значения, и он их нам выплевывает. В этом смысле функция является прекрасным контейнером для алгоритма. Она как раз получает некие параметры, возвращает значения. На последней лабораторной вы с понятием функции познакомились, но сейчас я не хочу в это слишком углубляться. Пока что для меня алгоритм будет условно-последовательность действия с циклами, вветвлениями. Этого достаточно, чтобы реализовать любую вычислимую функцию, любой алгоритм по определению. Циклов ветвлений и переменных достаточно. Ну ладно, еще тогда массивы бы надо подгрузить для универсальности. И этого в принципе хватит для Тьюринг-полноты. Значит, ладно. Так что я хочу сказать. Вопрос, а какие данные поступают на вход алгоритма? Да, надо сказать, что вот этот взгляд, как функция, как механизм перемалывающий числа, ну числа или что-то, входные данные, что-то сюда дается, вот она что-то выплевывает, он несколько отличается от взгляда математического, в котором функция есть отображение области определения на множество значений. Потому что здесь она в принципе связывает два этих множества однозначным отображением. То есть где одно, один образ соответствует, один прообраз соответствует одному образу. Ну вот. Но оба взгляда, они хороши и полезны бывают. Дело в том, что вот этот вот алгоритм, когда мы его рассматриваем как коробку, мясорубка, которая переваривает, мы ее всунули, фарш, условно. Ну или наоборот, станок, в который мы загружаем, не знаю, крупу, она нам макарону выплевывает. Вот что-то производящее такое. Так вот, кто сказал, что она каждый раз должна выплевывать одно и то же? А кто это сказал? Почему бы ей вариативность не проявлять? То есть мы ей даем, не знаю, там число, а она нам возвращает ноль. Даем ей число, а она нам возвращает один. Какая-то память у нее, да? Вот если она без памяти, то эта штука называется чистой функцией. То есть если у нее нет никаких побочных эффектов, то есть она ничего не выплевывает на сторону, не соединяется по сети, не пишет влоги, ничего. Это называется побочные эффекты у функции. Функция, которая что-то делает, кроме вычисления аргумента, она, собственно, не математическая функция. Или, как в программировании, это not pure function. Не чистая, но чистая не в смысле, что она грязная, в смысле pure, просто функция. Вот, значит, это функция без побочных эффектов. Но у реальных алгоритмов, как вы понимаете, принт hello world. Ну, по-хорошему, это распечатка вообще-то на поток вывода, а не, как это называется, не возврат значения типа там return, да, возврат значения вызвавшей стороне. То есть механизм взаимодействия через файлы, через потоки, это все побочные эффекты. Ладно, про чистые функции мы сейчас разговора отодвинем, да. Ну, просто чистые функции, они как раз хорошо математические функции как раз представляют. Но про них мы будем говорить попозже, когда мы будем говорить про там кэширование, рекурсию, всякие подобные фишки, единпрок. А сейчас давайте сконцентрируемся на входных-выходных данных. А, собственно, что мы ей туда засовываем? Вот, если совсем по-простому сказать, то у нас есть несколько возможных вариантов. Я такую вот дважды дихотомию сделаю. По входным данным это может быть либо число, либо последовательность. То есть, вот представьте себе, да, вот входное данное это число, да. Вариант номер два, это когда туда дали не одно число, а последовательность. Под словом последовательность, что важно, я подразумеваю, не два числа, не три числа, не сто чисел, а произвольное количество чисел. Ну, то есть, грубо говоря, по-питоновски я могу сказать это так, да, как бы список, да. Икс один, икс два, тра-та-та-та-та-там, икс энте. И длина этого списка, она будет определена ровно в момент передачи. А на самом деле, если бы я механизм какой-то предусмотрел, получение этих чисел из потока. С потока, как из клавиатуры, например. А нолик будет терминальным символом, ну, терминальным числом, например, да, он не входит в последовательность. Я говорю, что больше никто не придет. Почему бы нет? Какой-то другой механизм приемки из потока, из последовательности. Ну, я сейчас для простоты обозначу как список, да. Можете считать, что его длина определена в момент передачи. Вот его, н чисел. И, соответственно, такой алгоритм получает последовательность. Если этот алгоритм получает число, возвращает число, то он, по сути, есть функция. Ну, математическая функция, синус х там, да, х квадрат минус 5, х плюс 3. Ну, что-то там вот вычислить, да. То есть, по сути, был х, стал, ну, некий f от х, скажем так, да. Если сейчас не заостряться на том, насколько сложно может быть вычисление функции вот этой f по времени, вот, ну, некое фиксированное время, да. Для всевозможных хексов это некоторое, ну, относительно фиксированное время, чем-то ограниченное. То я могу сказать так, давайте считать, что это условное o от единицы. Я уже вводил асимптотику, еще нет, по-моему, нет. Рано, сегодня введу, чуть-чуть попозже, рано еще. Так, секунду. Итак. А в этом случае мы имеем последовательность. Результат ее обработки – это число. Получается такая статистическая выжимка. То есть, я все эти числа, как, не знаю, яйца на сковородку, такой, пум-пум-пум-пум-пум, было много яиц, последовательность, да, а получилась одна яичница. Да, то есть, некая статистическая выжимка, скажем так. Какие конкретные механизмы подобной статистической выжимки могут быть? Да, очень просто. Первый вариант – это подсчет. Мы сейчас все это будем реализовывать. Подсчет. Сколько их там штук? Второй вариант – это сумма чисел. Если это числа, давайте сейчас пока предполагать, что это числа. Хотя, на самом деле, идея в том, что мы, в принципе, редуцируем эту последовательность. То есть, вот эти алгоритмы такого рода, они называются редуцирующими алгоритмами. Понимаете? У меня целая богатая последовательность, там много информации содержалось. Я эту информацию сжал в один игрек. Понятное дело, что с потерями. Но, тем не менее, некий механизм, вот эта вот редукция называется. Последовательность превращается в число. Я вот здесь, как видите, буду написать число, число. Сумма. Что еще можно сделать с ними? Произведение. Произведение можно с ними сделать. На самом деле, можно много чего сейчас еще сделать. Но я здесь еще напишу кое-что. А именно, среднее арифметическое. Может быть, его надо было пункт 3 написать. Но, тем не менее, среднее арифметическое. А еще, давайте я напишу, среднеквадратическое отклонение. Это ценная штука для описания. Вы уже с физикой немножко познакомились. Там статистика наверняка в лабах у вас. Лабы начались же. Но вы знаете уже немножко про случайные величины. Матожидания случайной величины, которые мы на практике пытаемся понять через среднее арифметическое, соответственно, но из-за меренных случайных величин. Но если мы считаем, что в этих условиях эта величина должна быть одна и та же. А по факту она оказывается разной. Мы считаем среднее арифметическое, тем самым улучшаем точность нашего измерения. Ну, тем не менее, у нас есть так называемое среднеквадратическое отклонение. Да, среднеквадратическое отклонение. Ну вот. Итак, замечательно. А что еще мы могли бы статистически узнать про последовательность? Когда вы видите биржевые графики. Вы, наверное, когда-нибудь видели биржевые графики? Ну, не знаю, покупка, продажа валюты или каких-нибудь еще вещей. Да, так я это, пожалуй, сотру и нарисую здесь условный график. Вот что там нарисовано? Если вы по физике делаете, то вы делаете ошибки. То есть у вас эти измерения были с ошибками, возможно, с разными. И вы как-то эти ошибки оценивали. И потом там проводите линию тренда условно. А в биржевых графиках что? Там есть своя специфика. Дело в том, что каждая точка является целой, вот в этот день, куча сделок состоялась. Много сделок. Столько долларов продали за столько-то рублей. Столько-то долларов за столько-то рублей. В общем, короче, это куча сделок. Много. Соответственно, тут на самом деле целое множество точек. И у них есть какая-то статистика про то, как это делается. Я сейчас подробнее там опять же мы поговорим. Но сейчас самое главное для меня, что тот график, который вы видите, выглядит примерно так. С вот такими вот совершенно неравновесными штуками. Причем у них еще там не посередине какая-то такая палка торчит. Не посередине. Вот. Соответственно, ну, может и посередине. И из них еще вылиты вот такие вот, в разные стороны. Видели такое? Свечи. Да, свечи или, как их называют, ящики с усами. Ракана никогда не слышал. Еще иногда бывают какие-то дополнительные такие точечки. Ну, давайте забудем про эти точечки сейчас. Это называется вылеты, которые выбрасываются из статистики. Они там не учитываются. Что мы тут на самом деле видим? Здесь, между прочим, не отражается ни среднее арифметическое, ни среднеквадратическое отклонение. То есть каждый день. Вот я сейчас на одном конкретном сконцентрируюсь. Что здесь отображено? Вот эта величина. Давайте не посерединке проведу палочку. Это не среднее арифметическое. Вот это, это не среднеквадратическое. Но кое-что тут мы можем сейчас написать. Это сделка по минимальной стоимости, сделка по максимальной стоимости. То есть вот эта вот стоимость, которая тут получается, это минимум и максимум стоимости, собственно, покупки-продажи. Понятно? Давайте допишем. Соответственно, у меня еще раз говорю. То есть смысл в том, что даже одна такая вот свеча, она из себя представляет уже целую там выжимку из всей статистики за этот день. И что там есть? Минимум, максимум. Ну, простите, я, поскольку алгоритмы отличаются слабо, то я их через косую напишу. А что еще интересное там есть? Какая еще выжимка? Вот эта штука, которая посередине, ну, вот здесь вот, это медиана. Медиана. Она же называется вторая квартиль или квантиль 0.5. Это такое число, вот если бы все-все-все-все-все сделки или, скажем так, все конкретные, лучше так сказать, все конкретные доллары выстроить в ряд. Этот доллар был продан за 55 рублей, этот за 67, этот за 67, этот за 68, этот за 68 и 2, этот за 69, этот за 73, этот за 82, этот за 82 с половиной. И вот по возрастанию их все-все-все-все выросли, а этот доллар почему-то оказался проданным за тысячу. Какая-то там условно-коррупционная сделка. Короче, смысл в том, что вот медиана, это, мы берем тот доллар, который стоял посередине. Если честно, не знаю, там все-таки по сделкам, я бы, если бы считал медиану, я бы считал именно вот по, что называется, долларам. Медианный доллар, который находится в середине отсортированного списка по ценам в рублях. Сколько ты стоил? И вот оказывается, что эта величина в не случайной, ненормальной, словно нормально, здесь имеет прямой смысл, гауссовское распределение. Гауссовское распределение, это когда вы дротик кидаете и мажете. Ну, естественно, вы мажете, да, то есть вот есть, что называется, нолик, куда вы пытаетесь прицелиться, центр, да, и вы мажете. Ну, вот есть некоторое случайное среднеквадратическое отклонение на серединке половины этого колокола, примерно, да, по существу. И, соответственно, вот большая часть ваших случайных бросков в мишени, они попадают вот сюда. Это называется гауссовое распределение. Реальность биржи или даже просто статистики, она не такова. Реальное распределение, оно бывает совершенно ненормальное. То есть у вас вот какие-то пики, несколько пиков может быть, да. То есть, условно, сделки вот такие, а потом резко произошло, как сказать, пик и там подорожал или наоборот, там, раз, рубль укрепился, доллар подешевел, да. То есть и в середине дня там скачок цены, то есть сделки шли вот тут, вот тут раз, пик туда перевезти, да, а посередине пусто. Такое может быть вполне, да. Какие-то еще случайные, хаос условно какой-то. Среднее арифметическое мало что тут как-то говорит. Нет, или бывают особенно с перевесом, с таким перекосом. Вот, что в этом случае, вот, во-первых, медиана является довольно говорящей штукой по выборке. И еще квартиль, это когда мы делим на 4, вот этих вот, опять же, все доллары по возрастанию, четверть долларов там, вот она половина, вот еще четверть там, да, то есть вот на 4 четверти. И вот тот доллар, который тут после первой четверти, это называется первая квартиль, да, вот первая квартиль. То есть некая стоимость, которая выборку разделяет на там 3 четверти, тут четверть. То есть условно по площади, да, я говорю, так, ребят, вот, не, не по площади, по, если вот это вот было бы количество сделок, не стоимость, а это сейчас я количество сделок здесь, это как бы гистограммка такая. Количество в зависимости от стоимости, да, вот, я условно говорю, вот здесь вот у меня четверть, здесь 3 четверти. Вопрос, какая должна была бы быть стоимость, чтобы вот разделяющая выборку вот так вот. Ну, это называется первая, третья квартиль. Ну, короче, я напишу сюда первая и третья квартиль. Вторая квартиль, это и есть медиана, поэтому ее так не называют, для нее есть специальное слово. Так вот, я сейчас сделал такой вот целый обзор разных вариантов статистических выжимок. Сейчас мы будем их реализовывать, но я вам сразу скажу, мы вот тут, вот тут вот, сейчас остановимся. Квартили я подсчитывать как раз не буду. Я поясню потом почему. Вот, а пока давайте сейчас закончим вот эту классификацию, я ее сотру, и дальше мы пройдем по реализациям вот этих вот алгоритмов. Дело в том, что, возвращаясь к нашей бедной функции, которую я нарисовал в качестве пока черного квадра, черного ящика. Черный ящик, имеется в виду, что я смотрю на него только с точки зрения его поведения. Ну, условно, как работает администрация президента? Охрен ее знает. Ты туда можешь принести бумажку, они что-то сделают. А как принимается решение? Это секрет. Вот тайна. Ну, условно, я так вот, да, вот есть закрытая организация, да, а есть другая, другая, как модель, что называется? Она называется белый ящик, ну, black box, да, и white box, соответственно, когда мы полностью публично, все понятно, вот есть некая логика, да, ну, условно, суды в правовой системе, да, они должны работать по принципу белой коробки, да, то есть все публично, ничего не секретно, ты все можешь посмотреть на алгоритмы, механизмы принятия решений, да, если надо как-то повлиять. Вот, понимаете, да, разницу? Так вот, когда мы говорим про алгоритм, то бывает интересно посмотреть на него с точки зрения исключительно его поведения, не разбираясь в его реализации. А бывает надо, бывает надо по-другому. Представьте себе, что вас наняли в, не дай бог, в администрацию президента, и вы начинаете вариться уже изнутри. И вот вам попадает бумажка. Ну, ладно, организация ваша какая-то, да, гомерческая, это лучше. Там какие-то правила игры есть. Выжить можно, даже заработать. Безопасно. Значит, так вот, вы смотрите, теперь вам не так важно, что там, откуда это взялось, этот x. Вы смотрите на внутреннюю логику обработки. Вам пришел запрос. О, что я с ним буду делать? И вот это умение, когда ты пишешь алгоритм, наоборот, и ты погружаешься внутрь этой коробки, она для тебя становится белой, но ты должен сказать себе, я, правильный механизм, да, не важно, кто и зачем там это мне прислал. Мне важно, ну, опять же, как правильный судья в правовой системе должен поступать? К нему поступило дело, да, он смотрит на материалы дела. Он не смотрит, а кто этот человек, а надо ли, как это называется, как его надо судить, там, что позвонят про него. Но, понимаете, да, то есть механизм в правовой системе у нас, соответственно, ну, и как бы механизм белой коробки, когда мы погружаемся внутрь, результат зависит только от входных данных, да, то есть мы их получили и обрабатываем здесь изнутри. Но зато мы должны забыть о том, для чего это сейчас там надо, да, сконцентрироваться на правилах, необходимых при реализации алгоритма, на том, что мы должны делать. То есть, грубо говоря, реализовывая средний арифметический алгоритм, я не буду сейчас разговаривать, для чего это надо, или там медиан, да, для рисования биржевых графиков. Но мне сейчас это будет неважно, я буду исключительно с точки зрения механизма говорить, да, как это вот реализовать. Но, товарищи, я кое-что еще не проговорил. Давайте вернемся к черной коробке. К черной коробке. Я недоклассифицировал. Подождите, а что если я наоборот хочу сгенерировать последовательность? Генеративный алгоритм написать. Я даю число, а он мне список, ну, будем честны, последовательность. Список это частный случай. Последовательность чисел, но их там, условно, конечное число, но их число неизвестно заранее. Оно, конечно, напрямую будет зависеть от входного. То есть у меня, условно, был один х, и пошли у, у1, у2, у, там, не знаю, м3. То есть было число, стало последовательность. Какие примеры таких алгоритмов мы можем привести? Ну, если у вас была информатика в школе, то вы себе представляете, наверное, такой алгоритм, как разбиение числа на цифры. Вот это то, что было в ЕГЭ, это то, что число на цифры. Замечательно. Еще что можно привести? Еще проще. Арифметическая прогрессия. Правда, тут есть такой момент, что у нас для арифметической прогрессии нужны три параметра. Старт, стоп и степ. Ну, то есть начало, окончание и шаг. Можно ограничить по-другому, я могу сказать, количеством элементов. Да? Тогда у меня будет, что называется, старт, n и степ. Ну, n будет количество элементов. Ну, мне сейчас будет проще вот так. Вот я поясню почему. Исходя из вот этих вот данных, я смогу генерировать, соответственно, арифметическую прогрессию. Замечательно. А что еще? Я могу геометрическую прогрессию сгенерировать. Геометрическую прогрессию. Так, что еще генеративное мы знаем? Ну, из более интересных, сложных, сегодня не будем рассматривать. Разложение числа на множители. Это каноническое, давайте, оно называется каноническое разложение. Значит, апокалипическое тоже есть? А? А я его не знаю. В чем там оно отличается? Кто про него сказал? М? Ну, так что там? Нет, это вопрос. Если это не каноническое разложение, то есть? Я его не знаю. Есть каноническое. Каноническое. Согласно основной теореме арифметики. Вот, короче. Вот, тем не менее, каноническое разложение считается. Почему каноническое? Потому что в нем упорядочены по возрастанию, то есть у них строгий порядок. Понятно? Так, давайте пока закончим. Понятно, что мы можем еще придумать и сюда, и сюда, и тысячу сюда алгоритм. Потому что я, в принципе, классифицирую вообще все возможные алгоритмы, да, с точки зрения того, какого типа, да, то есть последовательность или число. Правда, тут уже возникла интересная штука. Вот это старт, стоп, степ, как параметры арифметической и геометрической прогрессии, которые мне нужны. Они, ну, как вам сказать, это уже не число, но и не последовательность произвольной длины. Давайте я назову это словом кортеж. Но это нормальная история. Ну, алгоритм получает не один параметр, а список параметров. Но у него фиксированный набор. Нельзя один, нельзя два, нельзя четыре. Вот мне нужно три параметра. Да, может быть, у каких-то из них значения по умолчанию, как вот у функции range. Потому что range является как раз стандартным генератором арифметической прогрессии. Вот. Самому написать, вот это вот отдельный вопрос, а сможете ли мы, сможем ли мы, сможем. Сейчас мы напишем свой собственный range, да, который будет генерировать арифметическую прогрессию. Вот. Ну, и последними я скажу, когда у нас была последовательность, и результатом тоже является последовательность. Результатом алгоритма тоже является последовательность. Значит, в этом смысле алгоритм, да, получается, принимает вот много-много-много чисел, да, x первые и так далее, x энты, возвращает много-много чисел, да, то есть результат y первые, тратататан, y энты, энты, да, то есть их количество еще может отличаться. Здесь может быть некоторая разница реализации. Разница в реализации. А именно, первый вариант, мы загружаем вот это все туда, и оно нам это все, вот эти результаты, потом оно варит, 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 и когда переваривание закончилось, оно нам их выплевывает. Ну, не знаю, условно, как работает стиральная машинка. Вы туда забрасываете последовательность вещей в одном порядке, и они грязные все, да, она вам, соответственно, когда заканчивает переваривание, она вам их выдает, вы их оттуда достаете в совершенно другом порядке, и они мокрые, но зато чистые, да. То есть, вот есть, ну, там количество совпадает, если она там случайно не разорвет в шмоте какую-нибудь вещицу. Значит, но суть в том, что у вас происходит полная загрузка и потом полная выгрузка. Однако, можно себе представить такую штуку, такой вот алгоритм, который получает эти иксы по порядку, и каждый из них обрабатывает. Оп, оп. В этом смысле это, получается, конвейерная обработка вот такого типа. То есть, мы каждое число обрабатываем независимо. Каждое число обрабатываем независимо, да. Ничем существенным не отличается. По сути, как бы, мы вот эту функцию f размапливаем, да. Map, примененный вами на последней лапе, да. Map это что? Это такой, сделай, вот тебе функция, а мне нужно конвейерно обработать последовательность. Генераторы списков делают примерно то же самое. Но, тем не менее, да, вот конвейерное применение f, да. На применение f. Ну и, соответственно, у нас из x1, f от x1, x2, f от x2. Понятно, что я могу это загрузить в режиме стиральной машины. То есть, я отдаю всю последовательность, оно ее всю преобразовывает, переваривая дело из них, значение равное f от x, да, 1 и так далее. Загружает это все в список и выплевывает мне их все пачкой. В этом нет насущной необходимости, если бы я только смог при помощи синтаксиса языка объяснить ему, чтобы он по мере необходимости эти числа вычислял для них функцию. Потому что, не дай бог, эта функция вычисляется все-таки долго. А вдруг, да, что я буду сидеть долго, это все переваривать, потом, а еще, представьте себе, когда вы копили одежду в течение месяца. Барабана у стиральной машины может не хватить. Короче, памяти под полный список, да, вот этот сам список может быть такой большой, что вот, ну, ну, как-то, а нельзя ли это как-то по ходу дела? Не знаю, там, хотя бы пачками, каждую неделю стираться, там, раз в два дня. Или, знаете, как по старинке. Испачкался, пошел к ракове, не постирал луками. Ничего, вообще, прям потоковый, как функция мэп. По одному обрабатывает. Значит, еще одна штука, с которой вы уже знакомы благодаря лабораториям на работе, это фильтр, да, фильтрация значений. Здесь у нас фильтрация потока, я скажу так. Фильтрация потока. В чем особенность? Вам не, при фильтрации потока не надо их обрабатывать. Вам надо выбрать нужные. Как на фабрике, птицефабрике, где вылупившиеся цыплята на третий день, можно легко отличить. Петушок или курочка, на пятый уже не получится так легко отличить. И человек стоит, ну, а может быть робот, я не знаю, но вот я в фильме «Барака» смотрел, там человек, соответственно. Соответственно, смотрит на перышки, да, какие там перышки, и сразу бросает в нужную, значит, либо в одну, либо в другую трубу. Ну, как бы отправляет, соответственно, либо в одну, либо в другую сторону по галверу. Да, вот я в этом смысле, только здесь я лишние просто отбраковываю. Беру только нужные, да. То есть, были какие-то x1, x2, трататам, xn, я из них беру x1, x7, x12, xn-5. Ну, условно, да. То есть, по какому принципу? А потому что вот эти числа прошли критерий фильтрации. То есть, должна быть какая-то функция, которую мы будем натравливать, некий измерительный прибор, которым мы тыкаем. Говорим, да, нет, да, нет. Если да, прошел. Ты поцак или чатланин? Вот он, пожалуйста, может проходить. Понятно? На самом деле, вот сюда алгоритм, который принимает список, возвращает список, есть очень сложный алгоритм. Очень сложный. Ну, например, мы будем с вами в этом семестре проходить разные виды сортировки. Вы уже пользовались стандартной сортировкой. Для списка просто вызывали ее в лабе, да, там в конце. А вот список, а, отсортирую его. А, точка сорт, ха-ха, он отсортирован. А вот есть параметр reverse равно true. Ой, он отсортировал его по убыванию. По нестрогому убыванию. Но, тем не менее, да, на самом деле вопрос про сортировки очень важный и интересный для вашего образования и понимания сути процесса. И стандартная сортировка, несмотря на то, что она великолепно реализована в питоне, тем не менее, и она бывает не оптимальной. В некоторых случаях мы можем предложить нечто лучшее. Об этом позже. А сейчас, вот после этого обзора принципиального и классификации, я хотел бы пока что, пока что, я очень коротко, я сотру сейчас про сортировку, это совсем на будущее. Очень быстро и коротко я скажу по обработке последовательности. Давайте сейчас я буду вот этот поток принимать не с списка, запихивать его в список, а с клавиатуры и на экран. Ну, чисто для простоты. Хорошо? Тогда конвейерное применение, по сути, будет представлять из себя что? Ну, мне нужно каким-то образом список этот ограничить. Давайте я сейчас механизм предложу, который будет у меня этот список как-то получать, и чтобы было неопределенное их число. Терминальный элемент. Либо я заранее знаю, сколько элементов. Выбирайте оба варианта. Как я могу реализовать? А? Заранее знать. Окей, заранее знаем. Тогда я заранее знаю, сколько элементов. Я это спрашиваю, и дальше я буду их сейчас получать for i in range, соответственно, n. Что я буду делать? Получаю очередного x. Давайте int. У меня сейчас для простоты, пусть это будет int. int, соответственно, input. Дальше я должен преобразовать его некоторые функции. Давайте я это сделаю сейчас прям отдельно. Вот y равно f от x, которую мне дали в качестве молотка в конвейер. Как вот функция map, которой дали f и последовательность. Только сейчас для простоты это, говорю еще раз, просто с клавиатуры каждое число в новой строке это целые числа. И выплюнуть его на print y. Все. Замечательно. Вот и все. Это, соответственно, конвейерное применение. Конвейерное применение все. Фильтрация потока. Как делается фильтрация потока? У меня тоже будет критерий. Ну, я могу назвать его f от x. Давайте я его назову крит от x. Замечательный остров крит есть. Когда-то давно он был предком истории Древней Греции. Даже древние греки уже не помнили о своей великой славе. Только египтяне говорили, вы не знаете, кто вы такие. Вы когда-то правили миром. Даже стен, если я не ошибаюсь, на острове Крит не строили. Потому что они владели морями, не нужно было какие-то оборонительные сооружения. Ладно. Значит, замечательно. Что я хочу сказать? Что теперь я буду применять критерий. Если x проходит по критерию, то тогда я просто его распечатываю. Впрочем, никто не мешает мне объединить фильтрацию и потоковую обработку. Правда? Кто мне мешает вместо того, чтобы возвращать сам x, возвращать f от x? Да? Если я понимаю суть происходящего, что ну как бы вот взял, вот он if, вот оно преобразовало. Тут все очень просто, слишком просто. Возникает вопрос, могу ли я запаковать вот эти алгоритмы в какую-то удобную форму. Ответ – да. И сразу две формы. Первая, более удобная, называется генераторы списков. List Comprehendence. Они были, но я тем не менее проговорю. Вариант номер один. f от x for x. Ну, в данном случае мы не с клавиатуры будем принимать, а из некоторого итерируемого объекта. Например, списка, но не обязательно. В этом универсальность питона. Питон очень хорошо позволяет работать с последовательностями. Соответственно, for x in, ну, давайте потоковый, входной поток у меня будет сейчас из некоторого а идти. Но я сюда, мало того, что вот она потоковая обработка, раз, и она уже реализована. Да? Ну, результат я положу в b. Вот это вот и есть, соответственно, список значений, получившихся в результате. Но, мало того, я могу еще и вот этот критерий сюда всунуть дополнительно, вставив сюда, если у меня крит от x. Во! Одна строка и великий профит. Понятно? Это читается как, что мы берем всевозможные x из этого потока, да, и если они соответствуют критерию, то мы их, соответственно, в этот список загоняем. Я могу это переписать так, чтобы это работало уже со списком. То есть я сделаю вначале пустым этот список, да, я здесь побегу, получаю я последовательность a, поэтому for x in a, мне не понадобится теперь считывать его с клавиатуры, да, и можно увидеть до, вплоть до, что называется, смешения. Только вариант 2 более коротко записывается. append, то есть доложить в конец, да, значение f от x. Да? То есть мне просто не надо будет писать b append, но выглядеть это будет вот так. Да, и n равную интенсию тоже, конечно, не надо. То есть у меня сам механизм перебора значений из итерируемого объекта, циклом for, он остановится ровно, когда надо. Все понятно, да? Конечно, так удобнее. Вариант номер 2, это применение функции map. Я скажу так, я скажу map, я даю ему, скажу, вот тебе функция f, без скобок, да, применяй ее как молоток. Вот бери и руби всех, кто к тебе придет. А кто к тебе придет? А придет к тебе профильтрованный список, который ты профильтруешь при помощи функции крит из списка а. Ну, списка, не знаю, там чего-то, да, итерируемого объекта а. Па-бам! Чем объект b отличается от объекта b? Чем объект, полученный в первом случае, отличается от второго? Не знаете. Я вам скажу. Генератор списка, он их реально все запоминает. Он создает контейнер, который хранит эти значения в памяти. Тем самым, если у меня, не дай бог, этот вот объект a бесконечный, ой-ой-ой-ой, то память сразу, все, я тут помру на его создании прям сразу. Он будет честно пытаться, что называется, наращивать список, и пент, и пент, и пент, еще и пент, и съест всю память, и придется перезагружать компьютер, или срубать процесс как минимум. Вот, если просто большой a, ну, много памяти съест. А map и filter, они работают на потоке. Как это реализовано позже? Не сейчас. Это более сложный синтаксис, более сложная идея, так называемые сопрограммы, или там подлинный генератор, давайте чуть позже. Но смысл в том, что они не сохраняют результаты. То есть фильтр готов каждое очередное значение выдавать по мере необходимости. То есть если вот эта вот функция и критерий, они с побочным эффектом, они в лог пишут, или куда-нибудь еще там передают в спецслужбу, что меня запускали, функция с какими параметрами, она стучит. Так вот, в этом случае, создав вот тут вот этот объект b, не произойдет ни одного вызова ни функции f, ни функции крит. Как бы map и filter к себе в кармашек это дело положили, каждый день говорит, окей, мой конвейер Toyota готов, можно будет запускать. Ну в смысле, конвейер Toyota, почему называю, потому что там ровно по запросу будет генерация очередного числа, фильтрация и применение f будет ровно по запросу. То есть когда я начну перебирать этот b, говорит, дай еще, дай еще, ровно в этот момент будет запускаться фильтрация. И если фильтрацию прошло, то map. Вот так вот. Понятно? Вот. Ну ладно, что я вам дальше скажу? Что я вам дальше скажу? То есть я механизмы эти рассказал, давайте закрывать этот вопрос. Каноническое разложение не сегодня, генерация арифметическая геометрическая. Давайте сейчас вернемся условно к работе через клавиатуру. Мне сейчас писать результат будет проще, чем в список складывать. Но вы понимаете, что я в любом случае всегда могу написать b.ipn и запихивать эти значения вместо экрана в список. Как генерируется арифметическая прогрессия? Давайте начнем с того, что я эти параметры start, stop, step откуда-то возьму. Как мне проще всего взять? Ну давайте условно с клавиатуры. Input, split. А, надо преобразовать их к числам. Давайте считать, что это не целые, а дробные числа. float. Но мне же их надо как-то преобразовать, поэтому я воспользуюсь только что изученным float от x. For x. То есть, чтобы он интерпретировал как дробное число. For x in, прошу прощения, на следующей строке. Input.split. Между прочим, в данном случае питон благополучно переварит перенос строки и не возмутится, что у него тут выражение не дописано. Почему? Потому что скобки квадратные, круглые, любые. Они питону говорят, ты знаешь, скобка открылась, но не закрылась. Выражение ищи на следующей строке. Если бы этого не было, то выражение. Питон в этот момент вам скажет, подожди, ошибочный синтаксис. У вас тут нет операнда. Потому что перенос строки для него фактически как точка с запятой. Ясно? Если у вас возникает арифметическое выражение длиннючее, либо в условии ифа длинное-длинное логическое выражение, то самое простое, что можно сделать, скобки поставить. Или если вам надо сделать перенос строки, вы можете сделать в конце просто отбивку без ничего. Тогда эта отбивка, она съедает как бы перенос строки. Он говорит, интерпретатор, здесь нет переноса строки. А фактически вы видите текст перенесенным. Ну, скобки в этом смысле поудобнее. Так. Итак. Ну что? Числа я получил, преобразовал. Вот есть старт, стоп, степ. Пора генерировать последовательность. Итак. Я возьму, положу в переменную x стартовое значение. Оно, в принципе, должно являться частью прогрессии, должно быть выведено на экран. Но я хочу продолжать, продолжать. Цикл форм мне не поможет. Я сейчас не знаю заранее, сколько членов прогрессии будет. Я вместо этого воспользуюсь циклом while. Пока. Цикл while потенциально бесконечный. Но я сейчас обеспечу, чтобы он приходил к какому-то результату. Я буду говорить, доколе. Старинное русское слово. While. Как перевести на русский язык? Доколе. Доколе все это будет происходить. Отвечаю. Пока x меньше, чем стоп. Пока x меньше, чем стоп. Что я буду делать? Ну, во-первых, текущий x, который меньше стопа. То есть, x принадлежит, это мой комментарий. x принадлежит сейчас промежутку от старт до стоп не включительно. Я сейчас копирую функцию range. Там у нее старт-стоп параметры. Старт включается, стоп не включается. Полуинтервал. Вот я его как бы копирую. Пока x меньше стоп. Я только что проверил, x меньше стопа. Это хороший клиент прогрессии. И его надо опубликовать. Print x. Ну, надо запендить. Можно запендить. А теперь, что я должен сделать? Перешагнуть к следующему. Да, то есть, я включаю механизм итерирования, перешагивания на следующую итерацию. Я воспользуюсь оператором плюс-равно, который расшифровывается как x равно x+. На x плюс равно степ. Увеличить на шаг, шагнуть вперед. Все, вот он механизм генерации арифметической прогрессии. Я люблю. Первое мое место работы после, собственно, супермладшего научного сотрудника в ОИАе было инженером контроля качества, тестировщиком. И некоторое наследие осталось. И я люблю сразу предполагать, а с какими условиями мы можем запустить этот алгоритм, чтобы его заглючило. Ох, сколько вариантов я тут вижу. Сколько тест-кейсов тут можно понаписать. Ну, например, кто мне мешает сделать вот такие значения 0, 1, 0. Степ равный нулю. x равен нулю. 0 меньше единицы. Правда. Печатаем. 0. x плюс равно нулю. Ничего не поменялось. И мы будем эти нули печатать до бесконечности. То есть первое, подождите, есть масса оговорок. Вообще алгоритмы так часто бывают устроены. Самую главную идею взял и рассказал буквально за секунду. Вот она. А когда ты начинаешь реализацию, нужно всякие оговоренности и так далее. То есть перед тем, как начинать вот эту все стопляску, надо спросить, а степ-то у меня какой? Понимаете, да? Если у меня степ равен нулю. Ну, давайте так, я лучше, это как бы сдвинуть надо. Простите, пожалуйста, я как бы вот, я впишу сюда. Если у меня степ равен нулю, равно равно нулю. А, нет, мне наоборот надо, не равен нулю, то тогда я это запускаю. А если нет, дальше возникает вопрос. А что должна делать функция, если задали такую дурацкую задачку? Ну, пользователь взял и дал, вы возьмете рэнч, напишите рэнч 0.1.0. Не пробовали? Это потому что вы не тестировщики. А что будет, если я сюда это всуну? А что, если я буду сюда это всуну? Ну, вот у вас есть черный ящик, да? А что, если я туда вот это всуну? А что, если я вот это всуну? Ну, не знаю, любую вот можно мясорубку, например, да, можно. А что, если я туда орехи положу и покручу? О-о-о, марципан, плохой, правда, но тем не менее. А что, если я туда, не знаю, металлические шарики напихаю, сломалась? Ну, короче, вопрос в том, что можно поиграться и попробовать, да, не круть. А что, если жвачку, а если эпоксидку? Понимаете, да? Ну, в этом смысле алгоритм не ломается, вы можете его перезапускать еще раз и еще раз, да? А можно так подходить, между прочим, даже к человеку или к организации. Ну, не знаю, суд, допустим. А что, если такое заявление в суд подам? А если такое? А как они отреагируют, да? То есть, есть некая, как сказать, документация на функцию. Ну, есть стандартная библиотека какая-нибудь, NAMPI. Есть документация к этой библиотеке. И у каждой функции там есть набор параметров, какие у них допустимые значения, что она должна возвращать, да? А есть фактическая реализация. И фактическая реализация может вести себя специфически. То есть, в недопустимых ситуациях она может их не обрабатывать, не уметь с ними справиться, да? Или она может даже в допустимых ситуациях вести себя как-то неправильно, непредсказуемо. Как недокументированные возможности бывает, да? А бывают просто баги прямо. Вот, соответственно, вы учтите, да? Вот, что есть такая вот фишка, да? И алгоритм наш, вот этот, простой, уже содержит баги. Я вот сейчас попытался один баг устранить. Я вот вам, на самом деле, в момент разработки ПО, он идет как? Тестировщик, он придумывает тест-кейсы, программист, а это два противоположных лагеря. Это как? Они друг с другом воюют. Программисты отбиваются, а те нападают. Программисты выкатывают новый, этот самый, функционал, тестировщики, ой-ой-ой, все это надо потестировать. Как-то это вечная борьба. Не должен никогда тестировщик с программистом быть одним и тем же человеком, кроме некоторых специфических практик, типа ТДД. А сейчас давайте вот что скажу. Давайте, я починил одну багу. А, да, ты же публикуешь багу, она вешается на программиста, он ее, то есть я вот опубликовал. А вот при таких условиях, да, как это, steps to reproduce, вот шаги для воспроизводства этого бага. Вот возьми, вставь вот это, программист такой, я пофиксил, фиксд. И это, закрывай ты, closed, фиксд, резолфт. Значит, тестировщик, тыц-тыц-тыц-тыц, так, а что если я вставлю старт 5, стоп 0, а шаг минус 1? Я такой, программист елки-палки, об этом я не подумал. Смотрим. По логике вещей, да, я, такая арифметическая прогрессия имеет право на жизнь, они такие бывают. А я не умею ее реализовывать, потому что у меня скажут, что x равен 5. А, на самом деле, слушайте, давайте начнем с вот этого, начнем с вот этого. Начнем с вот этого, чтобы потом уже прийти. 0, 5, 1, минус 1. 0-то я тут учел, а что если минус 1? У меня тоже возникает бесконечное зацикливание, да, то есть оно проходит, вот это, говорит, не 0, да, но старт 0, а x уходит в минус, 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 минус. Самое прикольное, что если вдруг я бы работал в языке C++, то эта прогрессия бы в один момент таки могла закончиться. Когда я ушел бы в минус так далеко, что пришел бы из плюса. Потому что в языке C++, я же вам про данные немножко рассказывал, а нет, вам не про данные не рассказывал. Ну вот, условно, данные, находящиеся в одном байте, данные, которые живут в одном байте, да, там от все нолики до все единицы. Давайте сейчас беззнаковый 1-байт на рассмотр. У него будут часики от 0 до 255. Вот как 12 часов у нас, да, от 1 до 12, только лучше бы рассматривать от 0 до 11, если честно. Было бы лучше. Это называется кольцо вычетов. Вот в языках программирования, которые ближе к архитектуре, и в библиотеке NAMPI, в частности, которая ближе к архитектуре, чем основной Python, там фиксированное количество байт на ячейку, на число, на целое. Соответственно, если я буду шагать, если это, сейчас я говорю про целые, с дробными другая песня, там я не дошагаю. Вот так вот, там так не получится, там я иду в минус бесконечность, которая есть специальное зарезервированное значение. Но вот для целых чисел, да, условно, я шагаю, шагаю в плюс, я приду в, условно, опять к нулю. Да, как вот часы прокручиваются через 12 и снова на 1 час, да. А для отрицательных чисел там по-другому устроено. Там вот эти числа будут минус 128, а здесь 127, то есть плюс 127. Соответственно, меньше, чем минус 128, будет плюс 127. Если у меня не один байт, а два байта, ну там это кольцо побольше сильно. Там минус 16500, сейчас секундочку, минус 32 тысячи, что-то там, плюс 32 тысячи, что-то там. Вот всего 65536 состояний у двух байтов, но это сейчас не важно. Для 4 байтов еще больше, но все равно. Короче, последовательность это я убегаю, убегаю в минус-минус, раз, выскочил в какое-то большое число и вернул. То есть даже может получиться чисто теоретически, если бы это было в целых и на другом языке, не бесконечный, но полный бред. Полный, вообще не арифметичный, не только. Ну, короче, бага. Чиним, как? Значит, мне надо сейчас, кроме того, что степ не равен нулю, еще и посмотреть, а вообще, могу ли я при помощи этого степа туда дошагать. На самом деле, эта проблема решается параллельно с проблемой вот этой, 5, 0. Такая арифметическая прогрессия должна иметь право на жизнь, правда, вот эта логика, которую тут нарисовал, не совсем правильно, да? Потому что у меня интервал-то будет записываться по-другому. У меня как бы старт находится тут, стоп тут, и логика обратная будет, да? То есть я иду от старта включительно до стопа не включительно, то есть 5, 4, 3, 2, 1, 0 нет. Ренч с вот этими параметрами должен быть 5, 4, 3, 2, 1. Без нуля. 0 не включается. Вот, то есть знак достаточно поменять. Но я же не могу вот сюда влазить и знак все время менять. Самое примитивное, что можно сделать, это домножить на стоп. То есть я могу сказать, x умноженный на степ, прошу, не домножить на степ, меньше, чем, кто там, стоп, умноженный на степ. Вот такой механизм. Тогда у меня домножение на степ, да? Оно и в случае, если он положительный, то что? Плюсик, он сокращается, отрицательный, он меняет знак и сокращается. Ну, я сейчас просто примитив делаю. Понятно, что тут вот я домножаю на дробный, проще было бы домножать либо на плюс 1, минус 1, то есть вытащить знак из самого степа, sign, функцию знак применить. Я не буду сейчас это переусложнять. Вопрос, а не починит ли вот это за 1 и 0? Что у нас 0 меньше 0, это ложь. Значит, я выйду. По идее, при таком исправлении я могу не делать вот этого. Ну, по идее. Ну, типа, это все равно в ноль обратиться тогда, будет сразу неправда. Короче, еще раз, давайте вернемся к одной мысли, к той мысли, откуда я начал, что реальная реализация алгоритма, она может иметь некие дополнительные сложности и приседания. И, естественно, в рамках лекции для скорости их чтения я пойду по пути простых объяснений, и не каждый раз я буду вам вот эти все отступления и приседания рассказывать. Понятно, да? Ну, просто вот я рассказываю принципиальные устройства, идеи, мы можем где-то погрузиться в детали реализации, естественно, что, да, но полное тестирование, да, при всех возможных я проводить не буду. Но, говорится, я оговариваюсь. Давайте я вернусь сюда, домножение на степ, уберем отсюда. Ой, прошу прощения, х меньше стоп. То есть я сейчас оговариваюсь другим образом. Я скажу так, внимание, стоп должен быть больше старта в степ строго положительный. Вот так. Вот тогда ок. А тестирование всех случаев откладываем. А если я хочу геометрическую прогрессию, а никаких проблем. Ой, опять. Тогда, правда, требование степ должен быть больше единицы, иначе я никогда не закончу. Давайте 1.1. О, это красиво, это набегающий процент. Ой, старт не должен быть равен нулю. Давайте, ладно, начнем с одного доллара. Это вклад 10% в день. И мы смотрим последовательность, когда я, соответственно, еще сколько чисел у меня, сколько дней проходит, пока сумма не превысит 5 долларов. Да, с накоплением. Вопрос оставим инпут. Оставим на секундочку без ответа. Вопрос. Я хочу сейчас разбивать эти цифры и печатать на экран. Что есть цифра в десятичной системе числения? Вот 1, 2, 3, 4, 5 в десятичной системе числения. Как мне вычислить пятерку? Это остаток при длине на 10. С поправкой. Если число, не дай бог, отрицательное, то питон будет остатки писать по принципу кольца, вычитав, а не по принципу последней цифры. Поэтому для отрицательных чисел алгоритм работать не будет. Если оно отрицательное, то нужно вначале избавиться от знака, его там написать, как-то опубликовать. Не знаю, это отдельный вопрос. Для положительных чисел. Кстати, для нуля этот алгоритм тоже работать не будет. Он будет ничего не будет писать. Я люблю вопрос задавать такой. Вот в числе 0, этот 0 значащий или нет? Ну в ЕГЭ там задают вопрос, сколько значащих нулей в числе? А вот в числе 0, вот этот 0, он значащий или нет? А если значащий, то что он значит? 0. Ну то есть в числе с лидирующими нулями, когда мы записываем число, ну мы же допускаем лидирующие нули, там в счетчиках каких-то механических, вы их наверняка когда-нибудь видели, да, 0, 0, 0, 0, 5, 3, 7, там какие-нибудь, да? В байтах там не вынужденно лидирующие нули, никуда от них не деться, потому что нет символа пробел, да? В триггере есть два состояния, 0 и 1. Там автоматически лидирующие нули. А если я записываю на бумаге, на доске, ну вот я записал, вот этот 0 считается незначащим, а этот значащим, потому что он сдвигает цифры, а этот незначащий, потому что ничего не значит, да? А вот почему он незначащий? Ну потому что он значит 0, независимо от своей позиции. А в числе 0, 0 значащие или нет цифры? Мой ответ на это, это вопрос полу риторический, но вообще математики любят такие вопросы, потому что это принципиально, с момента появления цифр 0, числа 0 в математике очень многое изменилось. Множество не пересекаются. Чему равно их пересечение? Подожди, они же не пересекаются. Значит, пересечения нет. Нет пересечения есть, но оно равно пусто. Потому что, да видите, на естественном языке возникает как, ты мне должен 0 рублей, то есть ты мне ничего не должен. Ну так, мне должен, но 0 рублей. То есть язык не совсем, математика, вот эти понятия пустые, нулевые, очень ценные бывают понятия. Ладно, это потом будем еще когда-нибудь обсуждать. Меня волнует сейчас добывание цифр. Как я цифру беру? Х процент, 10. Взятие остатка, это у нас операция, которая выглядит как процент. Никакого процента, при этом там, конечно, нет никаких процентов. Так, ладно. Что мне теперь сделать с х, чтобы начать следующую цифру анализировать? Надо зачеркнуть эту последнюю цифру. То есть оставить в х вот это все. А это все это что? А это х поделено на цело на 10. Значит, мне надо положить это в х. Но поскольку я вижу здесь стандартное действие, х равно х разделить на, это как х равно х плюс, то я могу написать это вот таким действием. Х разделить равно 10. О! По сути, я могу так это прочитать. Зачеркнуть последнюю цифру в десятичной системе счислений. С учетом, что это число не отрицательное. Значит, зациклится. Он здесь просто зациклится. А, зациклится. Я не сказал, какое условие. Доколе мы это будем делать? Да пока не зачеркнем все цифры. А когда зачеркнем все цифры, в х останется 0. То есть, пока х не равно 0. Та-дам! Все. Так. Ну что? Мы с вами все разобрали. Эти алгоритмы мы разбирать даже не будем. Давайте обсудим вот эти алгоритмы. Алгоритмы обработки последовательности. Статистические выжимки. Разные. Редукция. Редукция последовательности. Я, видите, всякими разными словами это обзываю. Здесь надо оговориться следующее. Есть такие алгоритмы, которые не обрабатывают по элементам f от x, f от x, f от x. Оно кучкует их. Но есть некая специфика. Вот представьте себе, что у меня вся последовательность. Так к этой последовательности я могу подходить последовательно. Начнем с того, что у меня, можно сказать, а давайте начнем с пустой последовательности ее. Потом рассмотрим вариант, когда у меня там появилось число. Когда там появилось два числа. Когда появляется и третье число. Именно в этом порядке. То есть я их буду туда по одному скармливать. До момента, пока, наконец, я не дорасту до, собственно, что все числа сюда вошли. Если у меня есть алгоритм, давайте я назову его сейчас буквой f. Еще раз, он у меня возвращает одно число, либо кортеж чисел, но не важно. Кортеж чисел, я могу сказать, что просто параллельно работают несколько алгоритмов, каждый из которых вычисляет одно число. Это даже сейчас не важно. Кортеж чисел, то есть фиксированное их количество. Так вот, я сейчас назову этот алгоритм функцией f, и этот алгоритм принимает последовательность. Не одну, а именно последовательность. Пустую в том числе. То есть f может быть от вот этого, f может быть от вот этого и так далее. В этом случае я результат вычислений этих сейчас на доске буду называть словами f0, f1. То есть это не значит, что он зависит от нуля, от один, и что он каждый раз одинаковый для разных последовательностей. Вообще нет. Но просто это именно, когда я говорю про кусочек вот этой последовательности, просят, скажем так, срез, кусочек последовательности. И я могу попробовать вычислять вот эти значения, подбираясь к fn постепенно. Мне нужен именно только fn. Значение f равно вот, когда всю последовательность в него загрузили. Так вот, есть алгоритмы, которые называются индуктивными функциями. Вот это f называется индуктивной. Если я, зная значение f на предыдущем шаге, хкты, знаю ее на предыдущем шаге, значение, это вот у меня fкты, я могу сказать значение k плюс первое, не вычисляя ее как то, что называется, сложно и по-честному. Вместо этого у меня есть механизм итерирования, я, внимание, большая буква f, и эта функция не от последовательности, это обычная функция от двух чисел, которая умеет по старому значению fк тому и значению x следующему, ну, k плюс первому, одному, выплевывать следующее значение функции. Тогда такая функция называется индуктивной. Такой алгоритм обработки последовательности называется индуктивным. То есть, по сути, я могу сказать так, ребят, у меня, я могу считать эту функцию следующим образом. У меня там внутри есть маленькая коробочка под названием механизм индукции. Я беру очередного x оттуда, запихиваю туда, но у меня кроме этого есть текущее значение, давайте я вот так вот нарисую, вот такое вот, текущее значение fк, как бы, да, текущее. Я беру текущее значение fк, запихиваю туда, запихиваю туда очередного x, а то значение, которое механизм индукции выплюнет, я положу обратно в fк. я поясню. Это все, это очень просто. Вот у меня идет последовательность, вот как сказали, давайте я буду заранее знать, сколько чисел, а они будут у меня целыми сейчас. Побежали по этим числам. for i in range. А зачем я это делаю? Если могу, зачем, зачем мне это дело, если я могу for x in a. Считаем, что мне x подаются из последовательности a. For x in a. Окей. И механизм индукции, например, такой. Механизм индукции вот такой. f это, собственно, ну, f давайте от fk, f плюс x. Давайте я только, чтобы было еще понятнее, назову это буковкой s. А потом же я все это обратно буду класть. Поэтому я сразу могу, ну, или могу написать s равно s плюс x. Я обратно кладу это в свое временное перемен. Что я делаю? Я суммирую последовательность. То есть, механизм суммирования вот он. Он понятен, он очевиден. Я на самом деле, когда генерировал арифметическую прогрессию, я им уже пользовался. Только там я выплевывал на экран еще это значение. Но, по сути, как бы, да, суммирования нет. А там было отличие, что я все время одно и то же суммировал. А здесь эти x разные. Это не прогрессия, да. Это у меня именно, что суммирование последовательности разных x. Теперь это не степ, константа. А теперь это все время разные x. Окей, подождите. А как я вот тут пропустил подсчет? А с подсчетом как? Ага, стоп, стоп. Я еще кое-что пропустил. А что, чему, я вот эту всю индукцию запускаю, но я должен начать с чего-то? А чему равна сумма нуля чисел? Вы скажете ноль. И будете правы. Действительно, положить сумму, пока еще числа вообще не пришло, положить ее в ноль, хорошая идея. Но правильно было бы в этот момент еще задаться вопросом, подождите, а почему? Вот если чисел нет, почему их сумма равна нулю? Ладно, давайте оставим за скобкой. Допустим, слишком очевидно. Число. Н. Механизм с подсчета. Сколько там чисел? Вот он. Н равно n плюс 1. Начальное состояние n. Ну, ноль. Ну, тут вообще вопросов нет. Если числа не пришли, то их ноль. Ну, в последовательность их ноль, в последовательность одного числа их на один больше. Да? Еще одно число, еще на один больше. И так далее. То есть мы сможем подсчитать вот таким механизмом. Это примитивная штука, но само действие называется инкрементация. Инкрементация. Запомните, вычитание единички называется декрементация. Это работа со счетчиками. Она именно вот идет плюс 1, минус 1, если что. Так, а что еще я не сделал? А, давайте сразу. Бесплатный хлеб. Мышеловки. Среднее арифметическое. Товарищи, если я не знаю, количество элементов, то я не смогу посчитать индуктивно среднее арифметическое. Средняя оценка ваша по информатике 4,3 баллов. Школьных, условно, за 11 класс. Я условно. Да? Пришел еще один ученик с 5 баллами. Оценка 5. Да? Как изменится среднее арифметическое? А я не знаю. Вот эти 4,3 как были получены? Сколько вас тут человек? Скажите мне, сколько человек? Я сразу умножу это, получу суммарную оценку, прибавлю туда ту оценку, поделю на изменившееся, увеличившееся на один количество. Да? Средняя арифметическая не является индуктивной функцией, но она сводится к нему. То есть, если я подсчитаю s и n, то я смогу, естественно, посчитать среднее арифметическое по итогам. Называется сводящаяся кондуктивной. Зачеркнем ее, двинимся дальше. А что с произведением? Ну, давайте. Давайте p равно p умножить на x. Что? Нашлись умные люди, да. Но я не на компьютере, поэтому запустите показать, что у меня произведение будет всегда ноль. Да, я не могу. Действительно, здесь есть специальная ошибочка. Я так автоматически раз, ага, нет, не работает, думать надо. Но в этот момент, когда надо задаться вопросом, подождите, а почему произведение нуля чисел равно 1? Произведение двух чисел, понятно, почему равно произведение двух чисел. Произведение одного числа, почему равно этому числу? Ну, есть такой механизм. Потому что, если механизм индукции таков, что я домножаю на следующее, значит, произведение последовательности состоящее одного числа должно равняться самому этому числу, чтобы когда... Но это, в принципе, логично. И ровно в этом механизме обратной индукции давайте попробуем при помощи индуктивного шага отшагнуть назад. Да? Можем? Можем. Раз это мы можем предсказать, чему должно было бы быть равняться значение P в начале, чтобы будучи домноженным на первое число, оно равнялось самому числу, все, вот мы так и приходим к тому, что произведение нуля числа равно единичке. Среднеквадратическое отклонение. Я прошу прощения, мне, наверное, придется его... Это я сказал, медиану мы сейчас закрываем просто, потому что не время еще обсуждать, для этого там сортировки надо или более сложная структура данных. Среднеквадратическое отклонение. Могу ли я его найти за один проход? Знаете, что такое среднеквадратическое отклонение? Формулу написать? Формула какая? Значит, что? Там, по-моему, она дельта называется, нет? А дельта это уже? Сигма маленькая. Нет? Да? Вот она. Окей. Значит, это сумма отклонений хитых минус х среднее в квадрате поделить на их количество для всевозможных хитых. Давайте, и равно 1, и равно n. Так, и что? Сигма в квадрате. И мы из этого берем еще и корень. Это вы сразу берете с поправкой на конечность выборки. Да, ну, это хорошо, что вы это знаете, но это сейчас детали как раз меньше интересуют. Вот если я беру, когда мы считаем дисперсию, дисперсия, она же без корня, если не ошибаюсь, да? И у нее нет вот этого множителя. Вот давайте дисперсию сейчас возьмем, из которой, если надо, мы всегда посчитаем среднеквадратическое конечность. Вопрос, могу ли я посчитать это за один проход? Дело в том, что вот эти механизмы, вот эта индуктивная функция, они считаются за один проход. Такие алгоритмы, которые считаются за один проход, как, впрочем, и фильтрация, и потоковая обработка, они могут называться однопроходными. Биологи смеются надо мной. Говорят, однопроходные это семейство ежиков там. У них один проход. Я имею в виду bypass, one bypass, да, то есть один проход, за один проход по последовательности. Нам не нужно ее запоминать, это очень ценно. Ее не надо запоминать для этой обработки, да, тем самым я экономлю память. И еще, она всегда по скорости работы равна количеству членов. Ну, да, умножить на механизм инкрементации, сколько он занимает, но это не никогда не бесконечный алгоритм, сколько самопосредовательности не бесконечный. Правда? И он пропорционально n. Самый лучший алгоритм, вот эти однопроходные. Вот, но могу ли я посчитать среднеквадратическое отклонение, ладно, дисперсию, могу ли я посчитать ее за один проход? А откуда я возьму среднее? Два прохода. Но тут возникает изобретательность. Кто не знает математики, тот запоминает миллиард чисел и считает два раза. А вы знаете математику, что мы должны знать? Что квадрат вообще-то можно раскрывать. Вот что такое квадрат? Это х и т в квадрате минус 2 умноженное на х и т умноженное на х среднее плюс х среднее в квадрате. Разделить на n. Разделить на n я вообще за скобку сейчас выдерну, она мне неинтересна. Разделить на n. Это сумма. Вот этого. Но как вы понимаете, когда у меня слагаемые внутри суммы, то я могу это разбить на три суммы. Вот первая сумма, вот вторая сумма, я сейчас аккуратно перепишу х и т в квадрате минус я 1 на n за скобку сейчас возьму. Минус сумма по всем и давайте двоечку даже за скобочку, двойка за скобкой сумма по всем и х и т умножить на х среднее. Но по отношению к этой сумме х среднее является чем? Константой. Она не зависит от и. Поэтому я это х среднее вынесу тоже за скобки. 2 умноженное на х среднее сумма х и т их. Здесь я еще суммирование не написал. Впрочем, суммирование вот этой штуки примитивно, потому что это просто умножить на n. Извините. Как слоненок говорил в известном мультике. Но я уже просуммировал, потому что константа n раз. Правда? х среднее в квадрате n раз. Теперь подождите, а это что такое? Вот что это такое? Сумма х и т их. Что такое сумма х и т их? Это среднее арифметическое умноженное на n. То есть, если я поделю на n и домноженное на n, то это и будет среднее арифметическое домноженное на n. То есть, я могу вместо этого написать х среднее только домноженное на n. то есть, по сути, n х среднее в квадрате n. Ой, смотрите, два одинаковых члена. Один можно сократить и двоечку убрать. Так, тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. Х среднее я почитаю за один проход, а это что такое? Это сумма квадратов х и т их. Сумма квадратов х и т их. Если я поделю на n, вот втащу сюда вот это дело, да, то здесь n сократится, и у меня окажется, что дисперсия равна собственно среднему квадратов, да, среднее квадратов минус квадрат среднего. Ой, наверное, вы эту формулу могли встречать. Нет, не встречали? Ну, она вот так вот записывается, соответственно, х квадрат среднее, вот так, скобочками, минус, соответственно, средний х в квадрате. Не встречали? Встречали. Ну, если, как сказать, я ее вывел, почему? Да потому, что никто не мешает мне взять, посчитать вот это за один проход и это за тот же самый проход. Я сотру вот это, и вместо этого я буду суммировать, соответственно, кого? Мне надо среднеарифметическое, считать, для этого надо сумму накапливать, S плюс равно X, N плюс равно 1, это надо, да? А параллельно я буду считать S2, P сотру, S2 положу равным 0, в S2 я буду класть X в квадрате, X в квадрате. Все, исходя из вот этого я смогу посчитать. То есть, иногда надо понимать, математика штука очень небесполезная, очень небесполезная. Она дает возможность, ну, как я вам про обмен переменных значениями рассказывал, да? Казалось бы, ну, что проще? Вот в обмен, две перемены через третью. А когда дело доходит до перекачки нефти, или там, дизельного топлива и бензина, такие, елки-палки, три дня или два дня, да? Потому что у вас есть ресурсы расправления. Будьте осторожны и внимательны. Математика великая вещь совершенно, да? В данном случае, благодаря математике, я отказываюсь от запоминания всех этих чисел, а не дай бог, как там миллиард. Второе, я делаю это однопроходно. Ну, ладно, по скорости там может быть то же самое, бы то на то и вышло, но два прохода, а так и делал за один проход. Ладно, про максимум мы не успели сегодня поговорить, значит, буду рассказывать в следующий раз. 10.25, это же конец нашего занятия. Все, спасибо вам большое, до встречи в следующий раз. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...